569 560 до нашей эры вот около 560 года в афинах к власти приходит песистра такой важный важная точка и истории афин на востоке в 60-е годы в целом так все затихло война вот это кончилось египетского вилонской в целом там все отстраивались перемирие шло перед серьезными событиями которые скоро последует про салона я в общем не говорил то что вот шли эти события на востоке не укладывалась до салон важен поэтому я вот в этот 60-е годы помещаю салона и песистрата 60-е годы это конец деятельности салона начало деятельности песистрата это между ними такая грань салон родился предположительно 640 до нашей эры умер приблизительно 559 до нашей эры он немножко застал еще первую тиранию песистрата ну то есть получается прожил так он неплохо так лет 80 он тоже традиционно считается одним из семи мудрецов о которых я говорил но он конечно политик от салона дошло много стихотворений которые ему безусловно принадлежат и по стилю и по содержанию скорее всего был сборник стихотворений но он до нас не дошел и скорее всего этот сборник был даже еще в византии потому что его часто цитируют и как бы знают салоне много дошло всяких легенд дошли все его законы 100 законов очень много они конечно писали всяческие писатели включая платона аристотеля и так далее но тут нужно оценивать естественно достоверность их рассказы плутарах много писал в общем известный деятель был античности спорит в принципе по поводу социального происхождения то есть считает что он вообще-то потомок царского рода кроме того считает что он средний класс но спорит может быть он был бедный у салона известность стихотворения защиту бедных о том что не всегда богатство справедливое справедливости выше денег и так далее то есть типичный дискурс для нового завета типичный дискурс в пользу бедных для салона тоже характерен и деятельности его тоже в пользу бедных было поэтому уходят также слухи что он был из бедной семьи хотя сходят противоположные слухи что он был также единицы царской семьи в афинах на тот момент демократии но демократия аристократическая аристократы Выбирали архонтов, 9 архонтов на год. Вот эти 9 архонтов это правительство республики. Между ними было распределение обязанностей. И по ним это главный архонт, это фактически президент Афинской республики. И там еще полимарх, фесмофеты и так далее. То есть полимарх, допустим, это главнокомандующий. Вот эти 9 основных, короче, должностей этой республики, они выбирались. Государство это в целом небольшое. То есть позднее там собирали народное собрание. То есть можно было собрать всех мужиков, которые голосовали. Можно было в городе в этом Афинах собрать, в принципе. Если сильно надо было. Фактически это одна долина. Афина небольшой город, торговый в основном. Формально народное собрание было, но практически не собиралось в тот период. Был также Ариапак. То есть самые знатные тоже ребята. В него пожизненно входили бывшие архонты. Вот Ариапак это как бы был совет при архонтах. Вот это все основное руководство было. Поскольку все это представляли из себя богатые и правили в пользу богатых, были сильные социальные противоречия в Афинской республике. Потому что бедных на фронт тоже могут отправить. Все эти мелкие государства все время воевали между собой. То есть война такое перманентное занятие было. Вот. Вот они воевали, но в то же время они попадали в рабство, в долги и так далее. Они были недовольны тем, что всем правят богатые. И вот это все продолжалось. Когда Асины перешли к республике от царей непонятно. Потому что также есть твердые представления о том, что первоначально в Афинах правили цари. Когда они их свергли, совершенно не ясно. Но уже во времена Драконта и тем более во времена Асалона там была аристократическая республика. Мелкие войны. Вот эти все мелкие государства перманентно воевали за всякие долины пограничные, которые все они считали своими. В частности, Афины воевали постоянно с мегарами за остров Соломин. Это им надоедало. Периодически они не хотели, но Асалон как раз выступал за милитаризм. То есть считал, что надо за все воевать. На что только Афина не претендовали. В частности, вот он написал стихи о том, что нужно взять Соломин. Афиняне все вдохновились, взяли Соломин. И вот на этом он как раз прославился. Хотя на самом деле война с мегарой продолжалась и во времена Песестрата. Немаловажно, что Солон был поэт. Вот именно у арийцев, у индоевропейцев поэзия максимальную роль играет в культуре. Все поэты, как правило, также являются философами местными, политиками. То есть политические воззвания обязательно пишут почему-то арийцы в стихах. Философские трактаты пишут в стихах. В Индии потом дошли до того, что любые учебники пишут в стихах, включая известную Камасутру и так далее, учебники по лингвистике в стихах и все такое прочее. Но, кстати, традиция писать все в стихах, она даже и в эпоху Возрождения сохранялась. Они пытались античную традицию вот эту возродить. Это традиционно для арийцев, то есть поэт, способный писать стихи, он в древности был чем-то вроде шамана и вот продолжал им оставаться. Они так вот Солона воспринимали, что раз стихи пишут, значит человек необыкновенный. Ну вот после того, как он стихами всех погнал на войну и захватил остров Соломин во главе войска, он также развязал, видимо, и участвовал в первой священной войне за Дельфы. Не совсем понятно, с кем там воевали, за эти Дельфы. Ну, короче, захватили в целом контроль за Дельфами Афины. Опираясь на Дельфийский Оракул, в 594 году Солон был избран как раз вот Архонтом и Понимом. Дельфийский Оракул, понятно, что это мошенники. Там сидит баба, которую наркотиками травят, и шрицы ей, видимо, говорят, что говорить. То есть вот кто контролирует Дельфийский Оракул, он получает некие откровения, которые он выдает за оправдание своей политике. В данном случае Солон контролировал и, опираясь на него, мог вести политику в Афинах и по всей Греции, какую хотел. Его избрали и Понимом, и ему дали чрезвычайные полномочия в Афинах. То есть таким и Понимом с правами реформировать Афины, потому что социальные противоречия зашли уже далеко, и уже даже и богатым было ясно, что нужно какие-то реформы осуществлять. Предполагать, что вообще Солона избрала народное собрание. Народное собрание формально оставалось высшим органом, но фактически не собиралось. Позднее оно фактически постоянно собиралось, когда была развита афинская демократия. Но вот, видимо, в этом случае они собрались и назначили Солона. Солон много стихов написал, которые оправдывали его политику. Основная реформа Сесахфия, то есть он освободил от рабства всех, кто там попал за долги и вообще запретил долговое рабство в Афинах. То есть афинянин всегда был свободным, он ни при каких обстоятельствах не мог быть продан в рабство, даже если он сильно задолжал. Он проводил эффективную экономическую политику, которая привела к развитию ремесла в Афинах, развитию сельского хозяйства, прежде всего, оливок. В Афинах провел социальные реформы, похожие на то, что в Риме проводил сервий, а именно он разбил на 4 класса. В Риме 6 классов было тут 4. То есть самые богатые, они могли избираться архонтами и другие должности занимать в республике, как и раньше. Второй уровень были гипеи, это всадники, это люди, которые могут содержать коня. Это средний класс в Афинской республике, потом это часто будет про всадников, там фигурировать в различной культуре афинской. Бедные это зевгиты и феты. Зевгиты как раз являются гаплитами, то есть этот бедный, он вооруженный, у него есть его собственный щит, копье и так далее. Если все эти бедные соберутся, они там хорошо могут всем врезать и богатым тоже. Это гаплиты прежде всего. И совсем бедные феты, которые не могут даже быть гаплитами. Но так вот, бедные все равно, они могли участвовать в работе народного собрания, и он учредил суд присяжных. Гильею, это самый демократический институт в Афинах, вот там развивались принципы этого именно справедливого судопроизводства, то есть, что нужно разбирать дела не потому, кто там богаче или что там сейчас надо в настоящий момент, а по справедливости. А вот для того, что в чем справедливость заключается разобраться, развивалась в Афинах риторика, логика и так далее. Это как раз привело к развитию философии, потому что нужно было на судебном процессе объективно доказать, вину или не вину. А не просто сказать, что я там тут самый богатый, поэтому мне тут все полагается. Вот это Гильея, там действительно бедные сидели, и они действительно по справедливости разбирали. Он создал совет 400, это представители каждого рода в Афинах, то есть, какую-то такую альтернативу Ариопагу, как аристократическому учреждению. Но непонятно, какие там у него были функции, при салоне важно, что он его создал. Законы написал на деревянных досках, но в принципе действовали и законы Драконта. То есть, в той части, в которой законы Драконта не противоречат салону, действовали законы Дракона. После окончания всех этих реформ, он побоялся, что его за эти реформы ухакошат, и на 10 лет поехал на восток. Ситуацию на востоке я описывал, как раз он путешествует в 80-е годы, когда на востоке идет война. Вавилония против Лидии и Египта, о которой я уже говорил. Вот он вроде как в Египте и в Лидии, значит он по египетской этой части фронта проезжает. Есть развитые легенды о том, что он встречался с Крёзом, но Крёз был точно после салона. Крёз пришел к власти, когда салон умер в Лидии. Поэтому я пропускаю всю эту историю о мудрости у Плутарха. Видимо, Плутархом сочиненную, либо легендарную. В 583 году салон в Афина вернулся, там продолжали действовать его законы, но социальные проблемы от них не прекратились. Говорят, что после этого он отошел от политики, хотя он потом участвовал в разборе окончательно вот этой мигарской войны, по которым окончательно отошел Саламин к Афинам. Он еще увидел, как пришел к власти Песестрат в 560 году, его родственник. И говорят, что любовник, он пытался этому противодействовать, но не смог и умер через год после того, как Песестрат пришел к власти. Относительно личной жизни, да, они распускали слухи греки, что Песестрат – любовник салона, что салон был гомосексуалистом. Многие греки распускали. Если у него дети ничего не понятно, но Платон вроде как родственник салона, то есть, видимо, косвенный какой-то. Упорно греки говорили, что он был очень религиозным человеком, верил в то, что боги руководят людьми, и это в его поэзии широко представлено. Но поскольку поэзия политическая, это, видимо, естественно, что он на какой-то высший авторитет постоянно славится, иначе народ не поймет. Песестрат, 602 год рождения, умер, 527 год, то есть, 75 лет прожил. И с 560 по 528, 527 был с небольшими перерывами тираном Афин, то есть, он установил диктатуру. Как раз продолжалась война, 565-560 год. Вроде как этот самый Песестрат считался в партии салона, салон же продолжал в Афинах оставаться, вот он вроде как сторонник салона считался. Его биографию не написали, что в молодости делал не совсем понятно, много всяких тоже легенд. Ну, вот он командовал 565-560 войсками в войне с Мегарами, нанес ряд поражений, захватил важный пункт Несею. Однако после того, как спартанцы стали арбитрами, и салон там поучаствовал в заключении мирного договора, вот эту Несею ее признали за Мегарами, а Соломин признали за Афинами, и это считается заслугой салона. Ну, на войне Песестрат прославился, он на самом деле был демократ, то есть он был с одной стороны диктатор, тиран, но он диктатуру осуществлял в демократических целях, то есть его партия считалась всегда демократической, поддерживали бедные слои населения. В 560 году, значит, он въехал на повозке на Афинскую Агору, израненный, и заявил, что его политические противники гнусные, вот эти богачи, аристократы, они его пытались убить, собрал народное собрание и попросил, чтобы ему дали отряд телохранителей 300 человек, чтобы его богатые не убили. Этим отрядом он захватил Акрополь и стал тираном, то есть тираном, это значит, не избиралось архонтов, Ариапак ничего не решал, все решал в Афинах Песестрат, однако он был тиран, фактически, по решению народного собрания. Там же, как я говорил, они гоплиты, они могли все собраться и его легко свернуть, и эти 300 человек раскидать. Они, наоборот, народное собрание дало ему фактически армию, личную Песестрату, и фактически оно согласилось на то, что он, значит, тираном будет. Салон пытался это все остановить, потому что Салон был категорически за демократию и сам отказался стать тираном. Но у него не получилось, длинные истории рассказывают всяческие плутархи, о которых, наверное, нет смысла, потому что, возможно, они легендарные. Ну, в общем, он какое-то время правил, какое-то время его изгоняли афиняне и снова устраивали демократию, но в целом он всегда возвращался и правил до конца жизни. Аристотель и все прочие исследователи в один голос говорят, что он был демократом, правил он всегда в интересах бедных. Собственно, бедные его всегда возвращали. Поскольку республика была аристократическая, когда его изгоняли, то, наоборот, правили богатые, которые выбирали вот этих архонтов из своей среды. В чем заключалось то, что он поддерживал бедных? Он им давал кредиты большие, обложил данью всех, 10% десятина, и за счет этой дани он субсидировал бедных. Однако Аристотель считает, что Песестрат, поддерживая бедных, пытался их отвлечь от политики. То есть, чтобы они не хотели участвовать, не хотели восстанавливать демократию, а просто кормились вот за счет этого тирана. Ну, то есть, у него такая социалистическая была программа. То есть, народ обеспечить, но во власти они участвовать не будут. Он очень много строил, вел активную внешнюю политику по захвату, во всем этом тоже участвовали бедные, они получали от этого прибыли и от захватов, и от строительства. В строительстве они участвовали, то есть, их нанимали на работу. Был, безусловно, при нем подъем экономики, что было тоже в интересах этих самых бедных слоев, в связи с чем они его поддерживали. В итоге он, в принципе, наладил и хорошее отношение с аристократами, когда они увидели, что его политика эффективна. И вот это считается золотой век Афин. Собственно, вот при Песестрате Афины и стали главным городом Греции, до сих пор остаются столицей Греции. Внешняя политика, захват всяких точек, о которых мы мало что знаем, ну, серебряных рудников, островов, Делоса, захват ряда точек и на море, и на суше, которые обеспечивали, в принципе, доминирование Афин в регионе. Ходят слухи, что он принадлежал Корфикам, вообще в его время распространились эзотерические восточные культы в Афинах, и он учредил ряд религиозных праздников, в том числе в Великой Дионисии, что потом способствовало развитию театра. Собственно, при нем фактически театр построен был, и был построен были в Синей Телестерии, то есть начались всякие мистерии, ну, всякие такие полурелигиозные, полутеатральные всякие пошли представления, которые также отвлекали людей от политики и способствовали тирании, по всей видимости. Строил он храмы, построил храм Афинины, покровительницы города, начал выпускать монеты афинские на лицевой стороне голова Афины, на обратной стороне сова. А как раз изобрели примерно в это время монеты, вот он начал тоже чеканить. Он пытался построить храм Зевса Олимпийского, крупнейший храм Греции, но не достроил. В 527 году он умер. Имел трех жен, то есть несмотря на вот эти все слухи, что он гомосексуалист, которые распространяли гомосексуалисты в основном, известно много жен и детей без сестра. Часто его тоже в ряде всяких списков включают в список семи мудрецов. То есть вот этот список семи мудрецов, он у них был такой плавающий, они могли и салоны, и песестраты включить, и исключить, и так далее. Поэтому песестрат может в каких-то списках античных авторов также считаться одним из семи мудрецов, потому что он вел мудрую политику. Субтитры создавал DimaTorzok